Здравствуйте! Вы смотрите вечерний выпуск новостей в студии Телегусензады. И в начале коротко о главном. Умалчивание официальным представителям США в ходе слушания в Сенате того факта, что Армении мешает параллельному открытию дороги Агдам-Ханкенди и Лачинской дороги, создает ложные впечатления о ситуации в регионе, заявил глава МИДа Азербайджана Джейхан Байрамов на встрече с представителем Госдепа Луи Бона. В соответствии с правилами Бернской конвенции, Азербайджанам начат арбитражный процесс против Армении за крупномасштабное разрушение окружающей среды в период 30-летней оккупации. Если прежние власти Армении занимались кражей денег и голосов, то власть Николы Пашиняна украла надежды армянского народа, утверждают оппоненты премьер-министра, обрушившиеся на него в преддверии выборов мэра Еревана. Евросоюз стремится разорвать отношения с Турцией. В случае, если ЕС сделает соответствующие шаги, то Анкара проведет свою оценку этих событий. Если это будет необходимо, пойдет с Евросоюзом разными путями, заявил Раджат Эрдоган. Миноборона Азербайджана сообщила об очередной провокации вооруженных сил Армении. Квадрокоптер, принадлежащий армянской стороне, поднятый в направлении населенного пункта Султанбек района Пашалы, предпринял попытку осуществить разведывательный полет над оборонительными позициями подразделений отдельной общевой войсковой армии в направлении населенного пункта Шахбузского района Нахчеванской автономной республики. Обнаруженный подразделениями ПВО Азербайджана квадрокоптер был посажен специальными техническими средствами и обезврежен. Также незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, предприняли попытку выполнить ратиотраншей перед позициями азербайджанской армии в Агдамском направлении. Ранее вооруженные силы Армении совершили провокацию в Гедобейском направлении, обстреляв позиции азербайджанской армии. Известный российский военный эксперт Игорь Коротченко обвинил власти Армении в нанесении удара в спину России. В своем телеграм-канале военный эксперт пишет, что Ереван сознательно начал вести информационную кампанию по дискредитации Москвы и российского политического руководства. Он подчеркнул, что параллельно начались армяно-американские военные учения. Кроме того, в Карабахе происходят регулярные вооруженные провокации со стороны Еревана. Игорь Коротченко особо подчеркивает, что удар в спину России, возглавляемый Пашиняном Армении, нанесла в момент, когда все усилия Кремля сосредоточены на решении задач в Украине и преодолении широкомасштабных западных санкций путем запуска транспортного коридора Север-Юг. Помним заявление Пашиняна и о том, что Россия утрачивает свои лидирующие функции на Южном Кавказе. Далее спикер армянского парламента Ален Симонян отметился абсолютно хамскими комментариями в адрес официального спикера Министерства иностранных дел России Марии Захаровой. Ну и, наконец, был выпущен фрик про Пашиняновский блогер, фамилию которого даже не хочу упоминать, но тот в абсолютно хамской развязанной манере с использованием ненормативной лексики продолжил оскорблять Россию и российских государственных и политических деятелей. Коротченко не исключил, что на фоне углубляющегося политического кризиса между Москвой и Риваном со стороны армянских сепаратистов может последовать широкомасштабная вооруженная провокация с целью начать боестолкновение между российскими и азербайджанскими военнослужащими. По мнению Коротченко, это будет использовано как предлог для ввода в регион вооруженного контингента ЕС международным мандатом. Видим провокации сепаратистов против военнослужащих российского миротворческого контингента в Карабахе. В целом Армения делает все, чтобы вновь регион стал зоной боевых действий. Очевидно, таковы политические установки, которые получает Пашинян, поскольку для России стабильный Южный Кавказ имеет важнейшее стратегическое значение с точки зрения обеспечения устойчивого функционирования транспортного коридора Север-Юг, имеющего ключевое значение для устойчивости российской экономики в условиях масштабных антироссийских западных санкций. Текущую ситуацию в регионе обсудили министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и старший советник Государственного департамента США по переговорам на Кавказе Луибона. В ходе встречи обсуждались нормализации и мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, угрозы и вызовы. Министр отметил неприемлемость повторения претензий армянской стороны рядом международных партнеров, в том числе и США, которые прекрасно осведомлены о ситуации в регионе. Глава МИД подчеркнул, что несмотря на постоянные военно-политические провокации Армении, проведение ею клеветнической кампании против Азербайджана, поддержку сепаратизма на азербайджанских территориях, Азербайджан продолжает занимать конструктивную позицию. Тема продолжим с нашим гостем. К нам подключается Святослав Адрианов, директор Международного центра политического анализа и информационной безопасности. Здравствуйте, Святослав. Вечер добрый. Ну, Никол Пашинян, как мы знаем, давно тяготеет к Западу и продолжает искать аргументы, убедить армянское общество в том, что Москва как бы ненадежный союзник. Вот насколько успешными будут попытки Армении найти гаранты безопасности, вот в частности в лице США? Ну, я бы хотел начать о том, что произошло, собственно говоря, в последние дни между Арменией и Россией. Начну с того, что все так или иначе заинтересованные стороны, Баку и Анкара, Брюссель, Вашингтон, Москва и Тегеран, заинтересованы в скорейшем мирном урегулировании по Карабаху. Хотя, конечно же, ни о каком едином фронте, единой позиции по данному конфликту речи быть не может. Каждая из сторон, на мой взгляд, преследует и будет преследовать только собственные геополитические интересы. Москва и Ереван на данный момент переживают серьезный коммуникационный кризис, который блестяще пользуются и США, и ЕС. При этом Вашингтон, хотел бы отметить, продолжает сдерживать влияние Парижа в регионе, оно там довольно высоко. Если в ближайшее время Москва и Ереван, отбросив собственные обиды и амбиции, не начнут сущностного диалога, то этим кризисом коммуникации, на мой взгляд, с удовольствием воспользуются и Брюссель, и Вашингтон, которые будут очень рады тому, что Москва будет терять свое влияние на Кавказе. А все-таки, почему, как вы считаете, американские политики, оказавшись пленниками голоса армянского лобби в США, они пытаются именно скрыть свою нерешительность, создавая из Азербайджана образ виноватого? Ну, потому что, собственно говоря, в течение XX века, и XXI века продолжается, как я уже неоднократно говорил, американское лобби, это лобби номер один, армянское лобби в Америке. На втором месте, конечно, стоит Франция. Как я уже говорил, еще раз повторю, Америка заинтересована в скорейшем, на мой взгляд, в скорейшем подписании мирного соглашения между Ереваном и Баку. И обещать-то, конечно, они Пашиняну могут что угодно. Они господину Саакашвили тоже обещали, да, в случае обострения ситуации, что они помогут. Но, на мой взгляд, ни Брюссель, ни Вашингтон в прямую конфронтацию с Баку не вступят, потому что отношения с Баку, так же, как отношения с Анкарой, к Вашингтону не менее важны. Если вот порассуждать о том, что происходит в последнее время, почему провокации на армянской и азербайджанской границе происходят, то я придерживаюсь той точки зрения, что Пашинян все же, что бы там ни говорили, и в кавказские СМИ, и европейские, не является самоубийцей, и как нормальный рациональный политик, все же, на мой взгляд, готов к мирному регулированию, а провокации со стороны армянских военных, это его ответ на довольно бескомпромиссное и сильное давление со стороны Баку в отношении условий мирного договора. Иван очень хотел бы включить текст соглашения о некие международные гарантии безопасности, что, на мой взгляд, оценивается Баку как де-факто тот же самый особый статус Карабаха. Но для Баку это неприемлемо и недопустимо. Азербайджан жестко и последовательно продолжает быть в свою линию. Будущие армян, Карабаха в полной интеграции в азербайджанское общество. И иные пути для Баку, на мой взгляд, неприемлемы. Я надеюсь, что Армении хватит мудрости начинать полномасштабных военных действий, потому что, во-первых, у них нет на это невозможных сил, во-вторых, если, не дай бог, это все-таки произойдет, никто не сможет гарантировать и предсказать, чем все закончится. Причем не только для Ирана, но и других стран регионов. И ни в коем случае не забывать о факторе Ирана, его опасениях относительно контактов по линиям Москва, Теравив, покоя Анкара. Развязанная Ирану война сможет разжечь огонь на территориях, выходящих далеко за пределы Армении. И как раз в таком случае, если, дай бог, это произойдет, как я уже говорил, в этом сценарии не заинтересована ни одна из сторон. Но если это произойдет, по самому существованию Армении, как независимого государства, можно будет поставить крест. Поэтому я уверен, что и Баку, в том числе, хватит терпения и сил не поддаваться на армянские провокации, которые, на мой взгляд, имеют, к сожалению, все шансы для дальнейшего продолжения. Поэтому одна из задач от Российской Федерации, если мы говорим о том, в отношениях Еревана и Москвы, об их улучшении, в диалоге с Ереваном, в том числе и объяснить руководству Армении, что они играют в очень опасную игру с этими провокациями. И игру это необходимо незамедлительно прекращать, потому что мы можем оказаться в ситуации, когда процесс просто выйдет из контроля. Спасибо вам за ваши комментарии. Спасибо. Я напомню, Святослав Адрианов, директор Международного центра политического анализа и информационной безопасности, подключался к нам. Спасибо вам. Процесс расследования экологического ущерба, нанесенного природе Азербайджана, в результате 30-летней оккупации Армении, продолжается в соответствии с правилами Бернской конвенции. Азербайджанам начат арбитражный процесс против Армении за крупномасштабное разрушение окружающей среды. Об этом сообщил заместитель председателя Верховного суда Чингис Аскеров, выступая на международной конференции судей, которая проводится Верховным судом и Ассоциацией судей Кыргызстана в городе Чолпаната. Участники были подробно проинформированы о проделанной в Азербайджане работе в области защиты окружающей среды, а также судебной практике в данном направлении. Было отмечено, что в настоящее время в восстановлении освобожденных от оккупации территорий применяются концепции «умный город», «умное село», что имеет большое экологическое значение. На конференции также были затронуты шаги, предпринятые в соответствии с политикой зеленой энергии президента Азербайджана, а также важность этой инициативы для мирового сообщества. Согласно плану подготовки на текущий год продолжаются учебно-тренировочные полеты, проводимые в целях дальнейшего повышения профессионализма пилота ВВС Азербайджана и совершенствования летных навыков. Как сообщили в Минобороны, в соответствии с планом, правила безопасности, доведенные до экипажа, были выполнены задачи по взлету, посадке, а также совершению сложных, пилотажных и боевых маневров на различных высотах в условиях ограничены видимости в ночное и дневное время по заданным маршрутам. В ходе учебно-тренировочных полетов все поставленные задачи были выполнены с высоким профессионализмом. КОНЕЦ Новый учебный год начался с приятных событий для школьников Тартерского района. Теперь ученики села Азат-Гарагойн-Лу имеют возможность учиться в новой современной школе, построенной фондом Гейдара Алиева. В трехэтажном двухкорпусном учебном заведении созданы все необходимые условия. Праздничная атмосфера нового учебного года царит и в селе Азат-Гарагойн-Лу Тартерского района. Именно там фонд Гейдара Алиева построил для учащихся новую школу на 320 мест. Теперь она соответствует современным требованиям и уже сдана в эксплуатацию. Школа имени Щукира Рагимова была построена еще в 1979 году. Во время 44-дневной войны обстрелом со стороны вооруженных сел Армении подверглись 16 школ Тартерского района. Некоторые были разрушены полностью, другим был нанесен серьезный ущерб. Работа, проводимая фондом Гейдара Алиева, в указанной школе рассчитана на обеспечение качества образования и безопасности детей. «Это для нас очень знаменательное событие. Долгие годы здание школы пребывало в негодном состоянии. Строительство этой школы началось в январе по инициативе фонда Гейдара Алиева, а уже в августе этого года она была сдана в эксплуатацию. За это счастье, которое мы испытываем, я от своего лица, от лица родителей, школьников и всего коллектива хочу поблагодарить президента Азербайджана Ильхама Алиева и первого вице-президента страны В новом трёхэтажном двухкорпусном учебном заведении созданы все необходимые условия. В здании школы имеется 16 аудиторий. Классы и лаборатории оснащены всем необходимым. Во дворе школы проведены работы по благоустройству и озеленению. Высажены декоративные кустарники и деревья. Установлены современные системы освещения. Дети, конечно же, в восторге от школы, в которой им предстоит проучиться. Не один год. Я очень рада тому, что буду получать знания в такой красивой и уютной школе. Благодарю в первую очередь главу государства Ильхама Алиева за заботу, а также склоняю голову перед героями, которые отдали свою жизнь за свою родину. Я, в свою очередь, обещаю, что буду хорошо учиться. В церемонии открытия школы приняли участие представители фонда Гейдара Алиева, Министерства науки и образования, Карабахского регионального управления образования исполнительной власти Тартарского района, педагогический коллектив и учащиеся школы, жители села. Отмечалось, что работы, проводимые в рамках программы фонда Гейдара Алиева, обновленную Азербайджану новую школу, направлены на успешную реализацию стратегии образования в стране. Эффективное управление этой сферой, достижение важных успехов в области развития образования. Первый школьный звонок прозвенел и в Физулинском районе в полной средней школе номер один имени Мерзы Улукбека. Впервые за 30 лет в освобожденном городе Физули начался новый учебный год. Полная средняя школа номер один имени Мерзы Улукбека Физули приняла первых учащихся. В новом учебном году в школе организовано 11 классов. В общем, это 160 учеников. Преподавать здесь будут 15 учителей. В торжественной церемонии приняли участие министр науки и образования Эмин Амрулаев, спецпредставитель президента Азербайджана на освобождённых от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район, Эмин Гусейнов, а также другие гости. В прошлом году первая школа Агалы стала первой функционирующей школой на освобождённых территориях. Свою работу продолжает и школа в селе Талыш Сугаушана. Сегодня же к работе приступает школа номер один имени Мирзы Улукбека Физули и средняя школа номер два города Лачин. Мы также планируем восстановить работу школы номер один в Шуше и школы в селе Забух. Мы продолжаем строительство школ и в других регионах. В городах Зангелан и Губадлы продолжается процесс проектирования. Школа в Агдаме готова и ожидает возвращения местных жителей. Средняя школа номер один имени Мирзы Улукбека Физули рассчитана на 960 учащихся. В двухэтажном здании школы имеется 40 аудиторий на 24 места, 6 лабораторий, 2 компьютерных класса, 5 функциональных учебных классов, актовый зал на 500 мест, спортивный зал, столовая на 320 мест и библиотека. На территории школы площадью 3 гектара расположены футбольное поле, 8 конференц-залов, детско-игровая площадка, здание электросетевого хозяйства, собственная котельня, бассейн с водой и другие необходимые вспомогательные постройки. Я была вынуждена покинуть Физули в 1993 году, тогда мне было 14 лет. Сегодня я вернулась сюда спустя столько лет и буду преподавать детям химию. Я испытываю огромное чувство гордости и радости. Свой первый урок я провела с 11 классом, и ребята сказали очень трогательную вещь. Мы станем первыми выпускниками школы Физули и обязательно добьемся больших успехов. Отрадно слышать, что они понимают, как это важно, и будут горды рассказывать об этом всем. Полная средняя школа номер один имени Мерзу Лукбека была построена по распоряжению президента Узбекистана Шавката Мерзиёева в качестве дара азербайджанскому народу. Учебный год начался и на других освобожденных территориях Азербайджана. Школьный звонок также прозвенел в Лачине и Тартере. Эллада Мамедова, Турал Эминзаде, Сибиси. Провокации Армении продолжаются. Как сообщает Минобороны Азербайджана, вооруженные силы Армении примерно в 19.50 с позиции в направлении населенного пункта Джил Чемберекенского района подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Эйривенг Гелябейского района. Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанном направлении, сообщает Минобороны Азербайджана. Политические страсти в Армении накаляются. На выборах мэра Еревана оппозиция пытается добиться поражения кандидата от правящей партии. Если старые власть Армении крали деньги и голоса народа, то власть Никола Пашиняна украла его надежду, говорят противники премьер-министра. В Армении царят полный хаос и неразбериха, усугубляемые новым политическим кризисом. Перед выборами в совет старейшин Еревана заявления представителей оппозиции становятся все более резкими. С грязью премьер-министра Никола Пашиняна в этот раз смешал бывший градоначальник армянской столицы комедийный актер Айк Марутян, заявив, что действующая власть ничем не отличается от предшественников в лице Сержа Сарксяна и Роберта Кочаряна. Воровать меньше не стали, говорит Марутян. Люди, пришедшие к власти с лозунгами справедливости и демократии, стали думать только о себе, своем семейном благополучии и даже после войны не смогли отказаться от роскошной жизни и дорогих развлечений. Никол Пашинян пришел к власти на волне протестов, но не оправдал ожиданий избирателей. С демократией в Армении, подчеркнул экс-мэр Еревана, лучше не стало. Мы надеялись, что у нас будет прозрачное управление, демократические ценности, но, к сожалению, и здесь мало чему можно порадоваться. Правящая сейчас партия использовала весь инструментарий старой власти. Но если старая власть похищала наши деньги и голоса, то эта власть украла нашу надежду. Интересно, что так бывший мэр Еревана Айк Марутян думал не всегда. Он даже состоял в партии Пашиняна, но покинул ее в декабре 2020 года, поссорившись с премьером и его соратниками. Обязанности городоначальника Марутян исполнял с 2018 по 2021 годы. На нынешних выборах он баллотируется от малоизвестной партии «Национальный прогресс». В армянских СМИ Марутяна называют прозападным политиком, утверждая, что комедийный актер метит в кресло самого премьер-министра. Между Марутяном и Пашиняном, сообщают СМИ, идет борьба за поддержку Запада. «Айк Марутян делал все, чтобы быть ближе. Я с полным доверием отнесся к его желанию быть соратником. И это вопреки нашим товарищам по команде, которые говорили, что тот приходит как гастролер». Выяснилось, что при первой же трудности Марутян написал заявление о выходе из партии. В ходе выборов в Ереване начнется формирование нового политического поля Армении. Победу сулят исполняющему обязанности мэра города Тиграну Авиняну. Он выдвинут от партии Пашиняна гражданский договор. Среди кандидатов есть и человек беглого российского миллиардера Рубена Варданяна. Похоже, после провальной деятельности в Карабахе преступный олигарх замахнулся теперь на власть в Ереване. Его партию «Страна для жизни» представляет экс-министр по вопросам труда и социального обеспечения Манне Танделян. Она, сообщает армянские СМИ, пользуется поддержкой Кремля. Не остался в стороне от столичных выборов и экс-президент Армении Роберт Кочарян. Он заявил о поддержке блока своего бывшего депутата Андроника Тиваняна. Судя по всему, политические страсти разгораются в Армении с новой силой. И чтобы еще больше ослабить позицию Пашиняна, представители бывших властей страны всячески пытаются представить его предателям интересов государства. Для Пашиняна главной задачей является сохранение своей власти. Все договоренности, которые они приняли после войны, были достигнуты исключительно под давлением новых игроков в регионе. А их антироссийская деятельность превращает страну в геополитическое поле битвы. Выборы в городской совет Еревана называют испытанием доверия граждан Николу Пашиняну. Армянская оппозиция планирует всеми способами добиться поражения кандидата от действующей власти. Тем временем премьер и его соратники устраивают шествие по столице в рамках агит-компании в поддержку Тиграна Авиняна. Участники шествия всячески нахваливают сотрудничество Армении и США, отказываясь говорить об отношениях с Россией. Я ничего не могу сказать об армяно-российских отношениях. Какое письмо Никол Пашинян написал Владимиру Путину? Официальное. Между тем, в армянских СМИ тиражируется информация о вмешательстве России в процесс выборов в Ереване. Некоторые источники и вовсе заявляют о планах Москвы устроить госпереворот в Армении. Никол Пашинян, комментируя сообщение о присутствии в стране бойцов ЧВК «Вагнер», не стал опровергать эти утверждения, заявив лишь, что правоохранительные органы обязаны реагировать на появляющиеся в СМИ публикации. В Ливию прибыли корабли военно-морских сил Турции с гуманитарным грузом, предназначенным для людей, пострадавших от наводнения. По данным Минобороны Турции, еще один корабль уже загружен и готовится сегодня отправиться в Ливию. Накануне турецкий лидер Аджапте Пардуган объявил, какого рода помощь направляется в Ливию. По его словам, Анкара продолжит оказывать поддержку в устранении последствий природной катастрофы, в результате которой погибли более 11 тысяч человек. В Ливию направляются корабли «Санжактар» и «Байрактар» военно-морских сил Турции. На их борту 360 человек личного состава, три полевых госпиталя, продукты питания, санитарно-гигиеническая продукция. Корабли перевозят в общей сложности 122 транспортных средства, в том числе 10 машин скорой помощи, 30 единиц аварийно-спасательной техники и 12 грузовых автомобилей. Перед отлетом в Нью-Йорк президент Турции Раджапте Пардуган провел пресс-конференцию с участием журналистов. Президент Турции направляется в США для участия в работе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В ходе пресс-конференции глава Турции заявил о том, что после завершения президентских выборов в мае этого года наблюдается повышенный интерес деловых кругов в Канкаре. Раджапт Костулса из скандального доклада Европарламента по Турции, отметив, что это является попыткой Европейского Союза отдалиться от сотрудничества с Анкарой и прекратить процесс евроинтеграции. Европейский Союз стремится разорвать отношения с Турцией. В случае, если ЕС сделает соответствующие шаги, то если это необходимо, то наши пути разойдутся. Европейский Союз пытается дистанцироваться от Турции. Другой волнующей темой для Турции стала ситуация со Швецией и ее будущим вступлением в НАТО. Эрдуган отметил, что Стокгольм по-прежнему не смог выполнить обещания, данные турецкой стороне, для одобрения заявки по вступлению в Североатлантический Союз. Пусть они вносят любые поправки в закон или конституцию, но необходимо на практике реализовывать те законы, которые приняли в Швеции. Если террористы в Швеции продолжают на виду полиции устраивать акции, это значит, что власти не выполняют свои обязанности, а террористические акции продолжаются на улицах Стокгольма. Значит, данные нам обещания не выполняются. Запад постоянно повторяет нам «Швеция, Швеция, Швеция». Мы отвечаем, что не можем сказать «да» или «нет», пока соответствующее решение не примет наш парламент. Прежде всего, Швеция должна выполнить свои обязательства. Парламент Турции еще не рассматривал заявку Швеции и сможет провести дебаты по ней не ранее октября, если соответствующий запрос законодателям поступит от правительства. Последнее слово по вступлению Швеции в НАТО скажет Турция. Турецкий лидер также коснулся вопроса о том, что Конгресс США намерен объединить перспективу продажи анкарей-истребителей F-16 членством с Швецией в НАТО. Президент республики отметил, что проблема, связанная с американским истребителем, не может быть решена без одобрения Палаты представителей США, и поэтому лидер Турции не может предсказать, какое решение американская палата примет. Эрдуган также подчеркнул, что если для решения политических вопросов у Вашингтона есть Палата представителей, то у Анкары для принятия важных вердиктов есть свой парламент – Великое национальное собрание Турции. По прогнозам президента Европейского совета Шарля Мишеля, расширение Евросоюза ожидается к 2030 году. Об этом Мишель заявил на Международном стратегическом форуме, который прошел в Словении. В то же время он отметил, что процесс расширения будет трудным, а иногда и болезненным, как для будущих членов, так и для Европейского совета в целом. Европейский союз готовится открыть двери для новых стран-сотрудников к 2030 году. Председатель Евросовета Шарль Мишель считает, что настало время заняться проблемой расширения организации. Это необходимо для укрепления связей и усиления мощи Евросоюза. По его словам, пора решать проблемы быстро и честно. Он напомнил, что дорога в Европейский союз для стран Западных Балкан началась более 20 лет назад. Европейский саммит в Солуниках в 2003 году подтвердил европейскую направленность этих государств. Перспектива расширения союза в 2030 году, по словам Мишеля, означает, что эти цели должны быть предусмотрены в следующем долгосрочном бюджете Европейского союза. При этом он перечислил условия, выполнение которых Брюссель ждёт от государств-кандидатов на вступление в организацию. Уважение ценностей Европейского союза и верхоменства права, а также прав человека, включая право меньшинств. Независимая судебная власть, борьба с коррупцией и организованной преступностью. «Чтобы быть сильнее и безопаснее, Европейский союз должен укреплять связи. Поэтому настало время решить вопросы расширения организации и определиться с её будущими членами, странами, имеющими проверенную европейскую перспективу. Настало время избежать двусмысленности, вместе противостоять вызовам». Одной из первых стран, вступление которой будет обсуждаться на предстоящем саммите Евросоюза, будет Украина. Собственно, именно кризис в Украине, по словам европейских чиновников, и стал причиной ускорения процесса расширения Европейского союза. Страна подала документы в конце февраля 2022 года. В том же году Киев официально стал кандидатом на членство в организации. Через год, по словам еврокомиссара по вопросам расширения Оливера Варгии, украинские власти выполнили два из семи условий членства в Европейский союз, реформировали Высший совет юстиции и Высшую квалифицированную комиссию судей и приняли закон о СМИ. Кроме того, власти закрепили стремление к вступлению Украины в союз в конституции страны. «Достаточно велика вероятность, что если не в этом году, то в будущем Украина начнет уже переговоры с Европейским союзом о вступлении. В рамках этих переговоров как раз и будут определяться дополнительные условия. Но это касается традиционно интеграции в европейское правовое пространство. То есть наше законодательство должно соответствовать стандартам и принципам Европейского союза. Опыт показывает, опыт стран Балтии, Польши, большинства наших соседей, кто сейчас в Евросоюзе, что на переговоры с Евросоюзом уходит несколько лет. И ещё какой-то период, конечно, выполнения того, о чём договорились в ходе переговоров. То есть реализация различных структурных реформ, необходимых для вступления в Евросоюз. Ну и финальная часть – это год-полтора – это ратификация». Наряду с Украиной членство ещё одной страны будет обсуждено на предстоящем саммите Евросоюза – это Молдова. Страна стала кандидатом на вступление в Европейский союз в прошлом году. Молдавские власти хотят сделать евроинтеграцию страны безальтернативной. В резолюции, принятой 21 мая, на многотысячном митинге в Кишинео говорится о том, что курс на вступление в Европейский союз могут закрепить в Конституции Молдовы. Эксперты отмечают, что для интеграции страны в Европейский совет были выдвинуты два главных условия. Первое носит технический характер, а второе условие связано с проявлением политической воли. «Если по поводу первой составляющей, у Молдовы, скажем так, Молдова находится позади и Грузии, и Украины, те три страны, которые в последнее время рассматривались очень активно Евросоюзом, то по поводу первой составляющей, политической воли, мы находимся где-то даже впереди этих стран. Нам удалось очень, скажем так, принципиально доказать свою приверженность европейским ременностям, и Европа это не могла не оценить». Помимо Украины и Молдовы, лидеры Евросоюза в июне минувшего года предоставили статус кандидата на вступление в сообщество и Грузии. Они выразили готовность предоставить ей статус кандидата после выполнения определенных условий. В конце текущего года Тбилиси ожидает очередное решение Европейского союза по вопросу предоставления стране статуса кандидата. В самой стране уверены, что к 2030 году страна будет соответствовать критериям на вступление в Европейский союз лучше, чем претенденты из Восточной Европы. «Главным условием на данном этапе, первым шагом является получение статуса кандидата, является выполнение Грузии 12 пунктов, которые Европейская комиссия поставила перед Грузией. То есть самое главное из них – это деолиграфизация, то есть снижение влияния, понятно, Бедзины и Ванишвили, и также уменьшение поляризации. Вот эти 12 пунктов, ну там дальше еще и технические пункты, а также один из главных пунктов – это, конечно, независимый суд. И это очень важный принцип, очень важный пункт этих 12 условий. Вот по всем этим пунктам надо Грузии доказать и показать, что домашнее задание выполняется». Турция – рекордсмен по времени ожидания приема в Евросоюз. На этой неделе исполнилось ровно 60 лет с момента подписания страной и Европейским экономическим сообществом в соглашении об ассоциации. Кандидатом на вступление в Евросоюз Турция является с 1999 года. Переговоры о вступлении страны к настоящему времени застопорились. По 16 из 35 пунктов переговорного досье прогресса достигнуть не удалось. За 24 года на дороге к заветной цели Турции обошли другие страны, которые начали процесс евроинтеграции куда позже. Своё мнение на этот счёт турецкие власти высказывали чиновникам Европейского Союза неоднократно. Последний раз это сделал Эрдоган в разговоре с председателем Евросовета Шарлем Мишелем на встрече G20 в Индии. «На прошлой неделе в Европарламенте был выдвинут документ, согласно которому Турция по-прежнему остаётся кандидатом на вступление в ЕС и ключевым партнёром Союза в сфере безопасности, торгово-экономических отношений и миграции. Но я не могу сказать, что этот документ будет иметь какое-либо значение в процессе вхождения Турции в Европейский Совет, потому что подобного рода документы были и ранее. К тому же они отмечают, что в Брюсселе от Анкары ожидают уважения демократических ценностей, верховенства права, прав человека и соблюдения норм, законов, принципов и обязательств, существующих в Евросоюзе. Естественно, это всё политическая уловка, используемая для того, чтобы держать Турцию в ожидании». В настоящее время официальный статус кандидатов на вступление в Европейский Союз имеют восемь государств. Албания, Молдова, Северная Македония, Сербия, Турция, Босния, Герцеговина, Украина и Черногория. Другие бывшие Югославские республики, Хорватия и Словения входят в Европейский Союз. Глава внешнеполитической службы Европейского Союза Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав МИД в стран сообщества в Толедо и вовсе заявил, что всего в Евросоюз будут приняты 10 государств. И в первую очередь это касается Украины и государства Западных Балкан. Это первый случай, когда бруссельский чиновник такого уровня прямо предлагает определить конкретный график вступления новых стран в состав Евросоюза. Как сообщил Боррель, глава МИД условились провести в конце сентября встречу с коллегами из стран Западных Балкан для обсуждения вопросов расширения Евросоюза. Беновща Назарова, Сибиси. Сторонники иранской оппозиционной группы провели марш накануне первой годовщины смерти Махса Амини. Национальный совет сопротивления Ирана выступил с требованием свергнуть нынешнюю власть в стране. Протесты в Иране начались год назад, после того, как полиция нравов арестовала девушку курдского происхождения за неправильное ношение хиджаба. За прошедший период в ходе массовых беспорядков в Иране погибли более 550 человек. О том, как за год изменилась ситуация в Иране, в нашем следующем сюжете. Минул год со дня смерти курдской девушки Махса Амини арестованы в Иране полиция нравов за неподобающее ношение хиджаба. В некоторых городах мира в знак солидарности с иранскими женщинами прошли манифестации. В частности, в Брюсселе члены Национального совета сопротивления Ирана провели акцию протеста с требованием смены нынешней власти. «Мы собрались здесь сегодня, чтобы поддержать восстание иранцев в 2022 году и сказать, что желание свергнуть нынешнюю власть в Иране с тех пор не пропало. И мы будем прилагать все усилия, чтобы это произошло как можно скорее». «Мы находимся здесь сегодня для того, чтобы продемонстрировать нашу поддержку иранской революции. Народное восстание началось в сентябре прошлого года, и мы полны решимости продемонстрировать, что протесты продолжатся. Мы будем делать все возможное, чтобы Иран стал свободным». Иранские власти опасаются новых волнений в годовщину начала крупнейших за последние годы протестов в стране. Улицы патрулируют усиленные наряды полиции и военные. Чтобы не допустить проведения поминальных церемоний, семью девушки удерживают дома, сообщают СМИ. Все главные дороги, ведущие к месту захоронения Максо Анини, перекрыты. А началось все 16 сентября 2022 года. 22-летнюю Максо Анини задержала полиция нравов за неправильное ношение хиджаба. Через некоторое время ее доставили в больницу в Коми, где она скончалась. В органах заявили, что причиной смерти стал сердечный приступ. Родные Максо, опираясь на свидетельства очевидцев, утверждают, что ее избивали силовики. После новости о гибели курдской девушки Иран захлестнула волна протестов. Для борьбы с манифестациями власти Исламской республики усилили репрессии. Демонстрации в поддержку прав иранских женщин начали проходить по всему миру. Акции солидарности проводились в Италии, Бельгии, Германии, Франции, Великобритании, Канаде, Южной Корее и других странах. 5 октября член Европарламента от Швеции Абир Аль Сахлани, выступая в парламенте в Страсбурге, отрезала себе волосы в знак поддержки антиправительственных протестов в Иране. Пока Иран не станет свободным, наше сопротивление будет сильнее, чем ярость угнетателей. Пока иранские женщины не станут свободными, мы будем поддерживать друг друга. Женщина, жизнь, свобода. Женщина, жизнь, свобода. Именно под таким девизом демонстрации в поддержку иранских женщин получили еще больше размах. Женщины по всему миру запустили флешмоб, в котором отрезали пряди волос в знак поддержки иранок. 8 апреля власти Ирана сообщили, что начали устанавливать в общественных местах камеры наблюдения, при помощи которых они будут идентифицировать женщин, нарушающих исламский дресс-код. Как сказано в заявлении полиции Ирана, нарушительницам будут отправлять текстовые сообщения с предупреждением о последствиях. После протестов, наоборот, контроль за соблюдением исламских заповедей об одежде еще ужесточили. Ну, например, там на улицах иранских городов стало гораздо больше камер, через которые власти следят, как одеваются иранские женщины, и выписывают штрафы нарушительно. Более того, рассматриваются поправки к закону о хиджабе с целью его ожесточения. Предусматривается увеличение штрафа за неправильное ношение хиджаба в тысячу раз. Представляете, в тысячу раз это до 8 тысяч долларов. А также введение длительных сроков тюремного заключения для злостных нарушителей. Это тюремное заключение до 10 лет. По словам эксперта, протесты могут повториться и сейчас. Однако они будут слабее, если в стране будет сохраняться устойчивая экономическая ситуация. Основную опасность представляет радикально настроенное антиисламское крыло протестующих. Они активизировались в ноябре прошлого года и продолжают свою деятельность по сегодняшний день. Они, в частности, хотят полностью избавить персидский язык от арабизма, стараются вместо них использовать искусственно придуманные, отдельными энтузиастами, чисто персидские слова. Также они стараются не давать своим детям привычные во всех мусульманских странах исламские имена. Часто это крайне прозападно настроенные люди, готовые слепо слушать все, что им скажут из Вашингтона. И вот этой радикальной группе свойственен также национальный шовинизм и желание ассимилировать остальные народы Ирана в персов. В годовщину начала протестов президент США Джо Байден, а также представители Евросоюза объявили о расширении санкционного списка иранских чиновников и представителей силовых структур, которых считают причастными к гибели Махсе Амини, а также нарушением прав манифестантов и расправы с ними. Однако, несмотря на это, в настоящее время страна переживает ощутимый экономический рост. В стране заметно улучшилась ситуация в экономике, заметно увеличились доходы от экспорта нефти, снизилась инфляция, в частности, два раза снизилась инфляция на продовольствие. Массовость протестов прошлого года была обусловлена во многом именно снижением уровня жизни широких слоев населения, которые присоединились к протестам, выдвинув в первую очередь экономические требования. По данным организации Human Rights Watch, за прошедший год в ходе протестов в Иране были убиты свыше 550 человек. 68 из них – дети, 49 – женщины. Более 22 тысяч были задержаны. Несколько манифестантов казнили. Эллада Мамедова, CBC Россия готовится к атакам на энергетику Украины зимой. Об этом Минобороны Британии сообщили в соцсети Икс. Вероятно, российские войска будут применять ракеты, которые изготовили в этом году. Согласно данным разведки, минувшей осенью и зимой, Россия часто использовала для атак Украины крылатые ракеты воздушного базирования, а также стратегическую авиацию, чтобы наносить удары с глубины территории России. При этом, согласно отчетам из открытых источников с апреля 2023 года, затраты на производство ракет сократились, но российские лидеры заявляют об увеличении темпов производства. По мнению аналитиков и экспертов, этой зимой российские войска не смогут оставить украинцев без света. Но военные предупреждают, что российские войска могут готовиться к атакам, в частности, будут использованы шахеты. В Украине уверены, что Украине хватит электроэнергии зимой, но массированные обстрелы россиян могут изменить ситуацию, поэтому энергетики рассматривают и самые худшие сценарии на зиму. Три страны Европейского Союза ввели запрет на ввод зерна из Украины до конца этого года. Власти Словакии приняли такое решение 15 сентября, после того, как Еврокомиссия не стала продлевать ограничения на импорт украинской сельхозпродукции, объяснив свои действия стремлением предотвратить чрезмерное давление на словацкий рынок. Премьер-министр Польши Матеуш Моровецкий также объявил о введении в Варшаве эмбарго на ввоз украинской сельхозпродукции. Премьер Венгрии Виктор Орбан в пятницу подписал указ, запрещающий импорт 24 продуктов из Украины с целью защиты местных фермеров, поскольку продукция, предназначенная для транзита, оседает на локальных рынках. Я бы хотел, чтобы Еврокомиссия продлила запрет, но они этого не сделали. Знаете, что мы сейчас будем делать? Мы продлим этот запрет, несмотря на их несогласие, несмотря на отсутствие согласия ЕК. Мы не будем слышать Берлин, Фон дер Ляйен, Туск или Вебера, потому что это в интересах польского фермера. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал решения Польши, Венгрии и Словакии, пообещав им цивилизованный ответ. Он также поблагодарил председателя Еврокомиссии Урсулу Фон дер Ляйер за отказ продлевать запрет на импорт украинского зерна, который действовал до 15 сентября. Украина также согласилась в течение 30 дней ввести дополнительные меры, в том числе систему экспортного лицензирования, чтобы избежать скачков цен на соседних государствах. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш в ходе выступления на проходящем на Кубе саммите группы 77 Китая заявил, что состав Совета безопасности ООН не отражает современные реалии. Этот орган нуждается в реформе, передает ТАСС. По его словам, многополярно создает новые возможности для лидерства на международной арене. Но при этом она не гарантирует мира и правосудия. Для этого необходимы сильные и эффективные международные институты. По словам Гутерреша, многие из нынешних институтов, в частности Совет безопасности ООН и институты Брэден-Вудской финансовой системы, отражают давно ушедшую эпоху. Также он отметил, что состав Совбеза ООН остался в том времени, когда многие развивающиеся страны были скованы колониальным правлением и не имели права говорить о своем имени. До этого Гутерреша обратился с призывом к мировым лидерам, направляющимся в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, стремиться к достижению компромиссов. Ранее генеральный секретарь ООН заявил о растущем расколе в глобальных институтах. В связи с окончанием пляжного сезона в Баку на пляже Шувелана была организована акция по очищению побережья от бытового мусора. Организованные общественным объединением Айдея, Министерством экологии и природных ресурсов, ну а также рядом других организаций, Акция направлена на поддержание чистоты на морском берегу и вовлечение молодежи в мероприятия по защите окружающей среды. О важности соблюдения чистоты окружающей среды сегодня знает каждый, и вопрос ее охраны определен как один из приоритетных в развитых странах мира. Немаловажную роль играет тут и экологическое просвещение, направленное на формирование у молодых людей ответственности за состояние экологии. Именно такие цели преследовала организованная сегодня на пляже Шувелан. В пригороде Баку традиционная акция по очистке побережья от бытового мусора. Ее организаторами, как всегда, выступили общественное объединение Айдея, Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана, молодежный фонд и ряд других организаций. «Это уже третье лето, которое я провожу в Баку. Сегодня мы вместе с другими участниками акции собрались ради благих намерений. Прекрасное Каспийское море должно оставаться чистым. Для меня очень важно находиться здесь, чтобы доказать, что семья ООН поддерживает народ Азербайджана. И мы гарантируем, что предпримем любые действия по сохранению природы не только для нас, но и для будущих поколений». К акции, проведенной под девизом «Пусть берега станутся чистыми», присоединились более 100 эко-волонтёров, представителей партнёрских организаций. Впервые в этом году в традиционной акции участвовали водолазы, которые вместе с прибрежной зоной очистили от мусора и водную акваторию. «Я пришла сюда, чтобы очистить этот пляж, сделать его привлекательным для отдыхающих, чтобы дети чувствовали себя здесь безопасно, и родители тоже чувствовали себя безопасно, отпуская детей и играться около воды». Цель проведения таких мероприятий – вклад в защиту биоразнобразия Каспийского моря. С окончанием лета закрывается и купальный сезон, и все пластиковые отходы, синтетические материалы, которые люди, увы, оставляли в прибрежной зоне во время отдыха, а также в рыболовный сезон, оказывают катастрофическое воздействие на экологию побережья и самого моря. Мы участвуем в этой акции, чтобы предотвратить эти процессы. «Я считаю, что это очень важно в нынешнем мире сохранять окружающую среду, так как это вредит окружающей среде и нашему здоровью, и включает тот факт, что мы оставляем эту страну нашим будущим поколениям и детям, и чтобы они жили и развивались в хороших условиях, в хорошей чистой природе». Главное, что привлекло здесь наше внимание, это разбросанные повсюду отходы полиэтилена. «В природе и в почве они разлагаются 400, тысячу лет, а в море и вовсе не разлагаются, обращаясь к будущему поколению, чтобы они берегли природу». В Азербайджане подобные акции на постоянной основе проводятся на побережье Каспия, в реке Кура и других водоёмах, с целью сохранения, увеличения и охраны водных биоресурсов страны. Общественный союз «Идея» призывает всех объединиться ради защиты Каспийского моря. Жаля Гусейнова, Фарид Эбадов, СИБСИ. Это был вечерний выпуск новостей. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова